Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Елены Ситниковой в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами нерегулярное приложение к каналу в гостях Лёшика. Лёшик – это я. Всем привет! Привет! Я человек не публичный, но по просьбе Аленки, а я не мог ей отказать, решил сегодня с вами поделиться тем, чем я занимался в свободное время от работы и поездок в Чиплыгин. А я, на самом деле, не сидел без дела, сделал очень много, но немножко предыстории. Вы все знаете, я занимался в своей квартире устранением последств затопления с соседями, всё это сделал, всё аккуратно, красиво, хорошо, всё нравится, всё замечательно. Но, когда входил на кухню, как-то вот кухня старенькая уже, ну вот наводил на мысли, а как бы её поменять. Всё к этому шло. Ну а как раз в Чиплыгине Аленка решила реанимировать старую кухню, которая была в доме, покрасила её. Ну и я, когда был в один из приездов в Чиплыгине, увидел это всё, мне это очень понравилось, и я решил у себя дома тоже сделать новую старую кухню. Ну вот, что получилось, сейчас вам расскажу, покажу, вот, расскажу затраты. Ну, в общем, как-то так, вперёд. Сейчас эта кухня выглядит вот так. Значит, мною были куплены две тумбы, одна под мойку, одна под варочную панель. Не смотрите, что нет дверцы на варочной панели, это будет чуть позже. Была куплена сама варочная панель, мойка каменная, смеситель. Вот. Были сняты фасады старой кухни, вот это вот всё обезжиренное. Куплена была специальная грунтовка от Aturi Decision, и также красочка от этой грунтовки. Ну вот, какое-то время занимался тем, что грунтовал, шкурил, красил фасады. Вот, также купил две новые столешницы, бескайская сосна, вот они, вот, всё это сделал, покрыл лаком, ну вот, смонтировал. Ну, а потом начал врезать варочную панель, каменную мойку, ставить смеситель, вот. Ну, в принципе, получилось, ставить ручки, ручки здесь были по одной штучке, такие кругленькие бабышки, вот. А я купил одинаковые, чтобы были вместе вот с этими, одинаковые. Вот, купил такие же ручки, разметил, просверлил, ну вот, всё как бы в едином стиле. Вот, что ещё? Ну и вот, потом, в довершение ко всему, купил, заменил кухонный стол. Ну, так как кухня небольшая, там шесть с небольшим квадратных метров. Раньше тут стоял большой икеевский офисный стол, я его использовал как обеденный. Ну, а сейчас вот купил вот такой вот небольшой раскладывающийся ламберный столик, 80 на 60, когда раскладывается метр двадцать на восемьдесят с деревянными ножками. Вот, что ещё? Значит, когда всё смонтировал, очень некрасиво смотрелся фартук, который у меня здесь был. А был здесь обыкновенный пластик приклеен, ну, уже с годами пришёл в неудобоваримое состояние. Ну, и я так думал покупать новый фартук. А потом вспомнил, что, когда стелил напольное покрытие, вот это вот, кварц-виниловая каменная плитка, у меня осталось, ну, какое-то количество материала. И я решил попробовать посчитать, а хватит ли мне, если сделать из этого материала фартук. Вот, ну, посчитал, вроде бы как хватает. А почему решил сделать из него? Значит, материал, во-первых, он остался, во-вторых, материал не горючий, отлично моется, ну, и, в принципе, неплохо смотрится. Вот, ну, вот, несколько дней помудрил здесь с подгонкой, вот, с монтажом. Потом у меня, значит, остался вот такой вот плинтус, он не прикреплён, это я просто его пока поставил, посмотреть, как будет выглядеть. Есть большой длинный плинтус, ну, вот, наверное, его тоже пущу сюда. Мне только нужно будет купить вот сюда вот уголок внутренний и заглушечки под цвет. Ну, вот, останется только это сделать. Ну, вот, такая красота, в принципе, получилась. Как я называю, старая новая кухня. Ни за что. А почему старую решил, кстати, оставить? Кухня в очень хорошем состоянии. Это была польская кухня, хорошее ДСП, хорошее ламинирование. Кстати, в отличие от Аленки, которая ламинацию с фасадов сдирала, я не сдирал. Почему? Потому что, во-первых, очень хорошо приклеена, она абсолютно нигде не пришла в негодность. Ну, просто уже старенькая. Вот, и я почитал вот о краске от Ури Десижн этой, а там, оказывается, написано, что можно наносить на любые поверхности, и на пленку ПВХ, и на прочее-прочее, только нужно специальную грунтовку. Ну, вот я приобрел эту грунтовку, загрунтовал, покрасил в несколько слоев. Вот, теперь это смотрится так. Вот. Ну, когда все вот это купил, встал вопрос, а нужно ли мне менять смеситель? Раньше у меня здесь стоял смеситель из нержавейки, хороший, в принципе, ну, как-то, раз уж все меняю, и смеситель надо поменять, и, ну, как бы, чтобы все было, как бы, в тему. Ну, сунулся, ну, решил купить смеситель с гибким изливом, вот таким вот, вот, как хотите его направляйте, в какую сторону, там, очень удобно, хороший рычаг, регулировка плавная, все замечательно. Вот, но прежде чем купить, перелопатил огромное количество информации. Смесители от мировых производителей известных, ну, стоят довольно-таки приличных денег. Ну, как-то особо не хотелось в большие траты вылезать. Вот, я человек дотошный, ну, понимал, что можно что-то найти тоже приемлемого качества, но гораздо дешевле, искал, искал, вот, ну, в результате нашел. Нашел китайского производителя, который выпускает свою продукцию по лицензии технологии немецкой фирмы, по немецкой технологии. Экспортирует свою продукцию по всему миру, очень много везде ее продается. Я не буду называть название этой фирмы, дабы не посчиталась скрытой рекламой на канале. Вот, единственное, что скажу, когда рассматривал все вот эти смесители, огромное количество смесителей, очень удивлен был, весили, ну, там, меньше килограмма. Семьсот грамм, восемьсот, некоторые, там, тысяча сто. Ну, я понимаю, что это быть не должно. Это значит, использовался, ну, какой-то совершенно легкий сплав, который будет недолговечен и принесет в эксплуатацию одни только проблемы. Ну, вот, этим грешат в основном, ну, вот, китайские производители. Силумин, в лучшем случае нержавеющая сталь или поднержавеющую сталь. Вот, а я целенаправленно искал смеситель, сделанный из латуни. Вот, в результате у этой фирмы нашел этот смеситель гибкий силиконовый излив. Вот, но вес этого смесителя уже меня, как бы, устроил. Тысяча семьсот грамм, такой довольно увесистый. Вот, пользуюсь, мне очень нравится. Ну, вот, друзья, то, что получилось, показываю еще раз. Мне, в принципе, очень нравится. Кухня обрела новую жизнь. Вот, ну, а что касается затрат, я вот тут все посчитал. Сейчас вам примерно озвучу. Восемнадцать тысяч мне обошлось вот эти вот две тумбы. Это и это. Плюс одна тумба, которая поедет в Чеплыгин. И плюс две вот эти вот столешницы. Это обошлось восемнадцать тысяч. В тысяча триста рублей обошлось, обошелся комплект вот этих ручек. Так же в тысяча триста рублей обошлось краска и грунтовка. Пятьсот рублей я заплатил за герметик и клей для того, чтобы смонтировать вот этот фартук. Восемь тысяч обошлась варочная панель. Двести пятьдесят рублей гибкая сельфонная подводка для газа. Две с половиной тысячи обошелся смеситель. Четыре девятьсот каменная мойка. Что еще? Триста рублей, по-моему, где-то обошлась специальная кисточка из натуральной щетины мягкая и малярный скотч. Ну вот, в принципе, наверное, все затраты. Если все... А! И четыре тысячи обошелся вот этот вот обеденный ламберный столик. Ну и вот, если подвести итог, в общей сложности обошлось в сорок тысяч двести рублей. Все затраты денежные на реанимацию старой кухни, приведение ее к новому состоянию. Так что вот, друзья, если у вас есть желание, есть возможность, и если вы хотите что-то поменять у себя в интерьере, не бойтесь. Все это можно сделать. И сделать можно своими руками. Ну и, в принципе, за не очень большие деньги. Я понимаю, можно было заказать какую-нибудь там кухню, которая будет стоить двести-триста тысяч, а надо ли это? Ну вот, получилось, по-моему, очень даже неплохо. Ну вот, как-то так. Извините, да, немножко за сумбурное видео. Я сегодня пришел с работы, немножко нахожусь в цейкноте. Нужно успеть многое чего собрать, многое куда сбегать. Потому что сегодня еду каленки в Чаплыгин. Нужно там сбегать еще кое-какой крепеж купить, которого в Чаплыгине нету. Поэтому уж извините, как получилось, так получилось. Ну, в общем, вот, друзья, как-то так. До скорых встреч в Чаплыгине. Пока-пока. Ну что, друзья, Человек-рюкзак приветствует вас. Вот рюкзачок. Сразу, как любит Аленка говорить на своем канале, отвечу на один комментарий, который она мне прочитала. Ее подписчики интересовались, кто меня прозвал Человеком-рюкзаком, почему и не обидно ли мне. Знаете, меня никто так не прозвал. Извините, иду немножко в темном месте сейчас. Я сам себя так назвал. Если помните, находясь в Москве, мы с Аленкой очень часто выбирались на прогулки. Некоторые из них она вам показывала, рассказывала. Иногда на заднем дворе, на заднем фоне маячил я. Обязательно был с рюкзачком. Почему с рюкзачком? Ну, мы с Аленкой любили на природе пообедать. Соответственно, в рюкзачке у меня находился провиант, запас какой-то, чай. Обязательно пледы. Зимой, извините, подстилки под попы. Ну, в общем, я всегда как-то с рюкзачком находился. Ну, и я назвал себя человек-рюкзак. И мне совершенно не обидно. Вот, так что как-то так. Ну, ладно, друзья, я не об этом. Четыре с половиной часа, и я добрался из суетливой, вечно спешащей куда-то Москвы в тихий, спокойный город Чаплыгин. На работе удалось поменяться сменами, и я выбрался сюда на целых полновесных пять суток. Это не считая дня приезда и дня отъезда. Еще днем я вам рассказывал о своей новой старой кухне в Москве. А сейчас я через 10 минут уже обниму свою любимую и вперед к новым совершениям трудовым. Завтра будет новый день. Завтра будет много интересной работы, той, которой Аленка сама не сможет сделать. А я это сделаю. Сделаю задел того, после чего Леночка может сама что-то дальше делать, продолжать вить наше гнездышко. Вот. Но это уже будет завтра. А сейчас вот еще 7-8 минут, и я буду на месте. Ну что, друзья, к новым совершениям, к новым победам. До завтра. Пока-пока.